А сейчас будет слово. Так вот, слово, произнесенное Лениным. К слову, дерьмократы от слова «дерьмо наворованное». Вы такими стали. Вы влили в уши типа «своё дерьмо», в принципе, и народ вам и поверил. И это херь рождена не в России. Так развалили соцлагерь, так внедряются цветные революции, для блага нации, которая в дерьме по самые кривые помидоры. Да не было там войн. Там нет и демократии. И мы типа туда и идём. К слову о коммунизме. В коммунизм жили припевающие все страны Варшавского договора. Половина Азии, лучшая часть Центральной Америки и нормальная Африка. Как-то неплохо жили. И боялись нас, ваши дерьмократы. А теперь, вонючки долбанные, не скурите о Ленине и не скурите о Сталине. Потому что, если бы их не было, вас бы не было бы вообще. Да, я родился от кулаков. От евреев. Ну, была такая ситуация. И что же? Мой прадед положил свою голову за Советский Союз в 1941. А деды воевали. Что случилось то? Я не думаю об ушедшем. Меня беспокоит реально будущее. К слову, была такая штука в высших учебных заведениях. Жалко, что она отвалилась в 1992. Мы должны были понимать, что говорила нам лучшая и демократическая коммунистическая партия. Так вот, основатель партии, тот самый Ленин, и говорил о том, что государством может управлять и кухарка. А вы не помните. Так вот, вспомнив историю, бабы, круто руководящие Российской империей. Чем они были то? Ну, почти и кухарки. Да как руководили? Вам бы многие позавидовали. К слову о том, что не так давно актер руководил статами. А по сути, клоун будет рулить Украиной. Поверьте, каждый может внедрить принципы мною озвученные. И по сути, развернувшись к народу, счастья народного станет больше. Центральный комитет рекомендует Нациевского Константинова Олеговича. Пока только мы эту кандидатуру обсудили 13 апреля в областном комитете. Но мы сегодня должны будем избрать делегатов двоих, которые от нашего местного отделения, значит, они либо в конце мая, либо в начале июня соберутся в Челябинске и будут голосовать за кандидатуру, которая будет выдвинута от КПРФ. То есть вы говорите, что новый губернатор. То, что нам нужно. Да мы его не знаем. Да сейчас без понтов. Потому как лучшие понты – это то, что я вам втираю. Было-то время, и была битва, и приняв в ней участие, только двое-то и осталось. И типа вы кого-то раскрутите. Ну давайте вспомним Владимира Ленина. Государством может руководить и кухарка. И вот вопрос. Почему при похоронах Брежнева я плакал, а при похоронах Сталина рыдала вся страна? Да я сейчас все объясню. Когда кончилась Великая Отечественная война? Когда умер Сталин? Восемь лет? За восемь лет страна реально стала и стала круче всех. И вот тогда с нашей страной считались дерьмократы. А после Брежнева один чудило развалил историю, которой он не имел никакого отношения. Ребята, спорт хорош. Но за чей счет возводятся объекты, а? Какой год был круче? 1997-й, 2007-й? Дальше страна куда завалилась? Ну куда? Куда завалился город Металлов? Да туда же! Год так в 1988-й. Потому что было позже, мне реально нравилось. То есть мы, по сути, на нашей истории не учимся. А зря. Если честно, в партию коммунистов я хотел поступить в 1991 году. Но был год 91-й, он же. И что там случилось? А-а-а-а-а! Вот она, отечественная дерьмократия. С тем же привкусом сначала блататы, а затем полного разворовывания России. Нет, я не против. Хотя я против, естественно. Большая часть моих друзей не воруют. Нас так воспитало КПСС. Где у нас дома? Нету. Ну не воруем мы. То есть есть дома? Их много. А деньги откуда? Ну откуда? Оттуда, господа, оттуда. Вы нас без нашего ведома загнали в рабство. Не в первый раз. Однако. Вы типа повысили пенсии на тысячу рублей. И при этом эту же тысячу вернули в ЖКХ. Ай, красота. Как жить, непонятно. Имея треху с нормальной площадью 8,5 тысяч за квартплату. И на что жить-то? На 6 тысяч это норма? Месяц на 6 тысяч. И поэтому будем голосовать за малость другую партию. Начнем младшего. А там и далее. И вспомним, что клоуны сейчас рулят в Хохляндией. Так может быть такого же товарища и поставим? К слову, мы говорим об лучшем качестве жизни. Так вот, в КПРФ люди идут. Сами. Их сюда силком не загоняют. Вот какие здесь правила. Крупская вспоминает. Ехали за границу с одной единственной целью. Выпускать общерусскую политическую газету. Уже и название придумали. Искра. Чтобы с помощью этой газеты создать партию нового типа. И вот о чем мы говорим. Это работа КПРФ. Это работа для народа. Есть, конечно, странные судари, думающие о том, как бы спереть. Так вот, таковым здесь не место. Нам хочется понимать и видеть лучшее будущее. Мы это видим. Это видит и коммунистический Китай, и коммунистическая Куба, и коммунистический Вьетнам, и коммунистическая Корея. Если вы что-то не понимаете, просто возьмите билеты к ближайшему южному соседу. И подивитесь. Туда-обратно, с остановкой. Подивитесь реально. И небоскребы, и такие терминалы, перед которыми наши вызывают безудержный смех. Вот это коммунизм. Зайдите и посмотрите. К слову о том, что у руля России человек с коммунистическим прошлым. А по-другому страны соцлагеря и не пускали. Так, может быть, вспомним о народе, а? А то народ уже частушки придумал вот такие. Если за них еще и садить, то вот вам вопрос. Где ваша демократия? Олигархи в ресторанах жрут шампанское с икрой, А народ сырой в карманах, уливается слезой. К нам укажет Путин, но скажите, кто-нибудь с Чубайсом да Медведевым далеко ли уедем мы? Президент, отец родной, наградил реформой. Умереть на проходной нынче стала нормой.